Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А кого же тогда вы будете лечить, Наталья Сергеевна? Таких врачей не бывает. Вы должны выдать всем по таблетке и отправить всех в больницу. А вы нас заставляете быть здоровыми. Вы неправильный врач. Я, наверное, неправильный врач, но мне очень хочется, чтобы люди были здоровы. И очень редко обращались к нам, к врачам. Приходили только на чай полезный. И занимались спортом и правильным питанием. Здорово, спасибо. Здорово, спасибо. Сейчас он будет 3, 2, 1, раз, и все, и послал. А звук у тебя выключен? Да, надо включить, да? Нет, наоборот, наоборот, не надо. А то, что они будут иметь, это не влияет. Проверка соединения. Ну, просто чуть под тормашечку интернет, наверное, сейчас. Ну, что, ничего, пусть ты сейчас уже заходил в эфир, они же будут потихоньку соединяться. Жди, сейчас проверка соединений, сейчас проверка. Сейчас начнется запись. Я просто снимаю уже, у вас все это работает. Вот, видишь, все, вы в прямом эфире. Это не запись. Это все как есть. Сейчас, вот, видишь, у меня 16 человек. Видишь, они мне эти звездочки. Ставьте сердечки, не стесняйтесь. Вот, сейчас ошибка запуска прямого эфира. Это прямого эфира. У тебя, может, интернет немножко плохой. Почему он так притормаживает? Уже же можно уже включать? Уже можно включать, да. У кого снимать? Наталья Сергеевна будет выступать сейчас. Всем привет. Привет и вам привет. Удачного вам эфира. Получается? Современная техника позволяет вести трансляцию по всей России. Так что мы еще и людям будем рассказывать. Добрый день, дорогие гости. Добрый день, уважаемые жители Чехова. Мне очень приятно сегодня представить нашего главного лектора и человека с большой буквы. И мне очень приятно, что это не просто доктор, еще и моя подруга. Два в одном. Это удивительная женщина, которая спасла жизни многих детей и взрослых. И ее знает Пол Россия. Она уже выступала неоднократно на экранах телевизоров. А у нас всегда привыкли, если в телеке выступает. Да, если в телевизоре это есть, значит все, доверие есть. Поэтому ее приглашают на телевидение. И это добрейшей души человек и профессионал высокого уровня. Наталья Сергеевна врач-гастроэнтеролог. Главный врач медицинского центра «Динамет», который расположен на весенней 36 на полиграфе. Более 20 лет она в медицине. И очень долго проработала в русском поле в санатории. И многие знают ее по санаторию как высококлассного специалиста. Наталья Сергеевна кандидат медицинских наук. Врач-гастроэнтеролог и диетолог. Встречайте, пожалуйста. Вы знаете, вот только что я взяла у нее интервью. И она пожелала людям, которые у нас в эфире сегодня, быть здоровыми и заниматься профилактикой. Чтобы мы с вами приходили в больницы не лечить болезни, а просто с доктором попить чаю и просто пообщаться. Вот таких врачей очень мало, которые думают не как залечить, а как сделать так, чтобы мы просто не болели. Поэтому будьте внимательны. В конце лекции у вас будет возможность задать вопросы, если что-то будет непонятно. Встречайте Наталью Сергеевну Димовичу. Я очень благодарна вам, что вы сегодня с нами. Я вас приветствую. Слушатели, которые здесь, зрители, которые в инстаграме. Спасибо вам. И еще раз говорю большое спасибо. Почему? Потому что данная лекция медицинским центром «Динамед» приурочена к Дню Победы. Я с глубоким поклоном к вашему поколению, к вашим родителям. Это то, что наша жизнь, вы дали нам жизнь. Мы можем совершенно спокойно и свободно существовать в России. Россия победила фашизм. Мы, врачи, хотим победить болезни. Но, к сожалению, в 21 веке это невозможно. Мы можем вести только в ремиссию и полностью вылечить людей от болезни очень сложно. И с этой целью наш медицинский центр решил сделать серию лекций. Так называемая «Здоровая Подмосковья», чтобы немножко рассказать всем слоям населения от детей до пожилого возраста, а что же надо делать, чтобы сохранить здоровье, чтобы мы были красивы, активны, чтобы у нас влестели глаза, чтобы нам всего хотелось и чтобы мы были здоровы. Вот такая сегодня лекция «Основные принципы рационального питания» для вас. И я могу сказать, что не для пожилого возраста, а для среднего возраста. Если вы посмотрите на классификацию, что средний возраст – это 45-59 лет, ну и потом старше. И немножко теория, не очень, скажем так, веселой. С возрастом, к сожалению, мы не молодеем, а стареем. Наши органы и системы начинают работать не очень хорошо. Плохо работают ферментные системы, да, плохо, скажем, наш организм перерабатывает продукты питания, но мы же все любим поесть, да? Да. И немало. И вот все-таки с тем, что мы взрослеем с каждым годом, об этом надо задумываться, что мы едим, когда мы едим, сколько едим и зачем, да? Давайте немножко пробежимся по желудочно-кишечному тракту. И начало желудочно-кишечного тракта – это зубы. С возрастом мы их теряем. Конечно, 21 век медицина, передовая, мы можем все, что хотим сделать. Но если нет этого механизма, то есть перерабатывания пищи на первом этапе, то страдают полностью все органы от переваривания, усвоения и утилизации. Что касается каких-то моментов в плане мышц. Все мышцы расслабляются с возрастом, образуются кармашки, дивертибы, они могут быть как в пищеводе, так и в кишечнике. Вы можете ощущать дисфагии при питании, и также появляются заборы. По поводу поджелудочной железы – очень важный орган, на который надо обратить внимание людям старше 55 лет. Это орган, который отвечает за две функции – это переваривание пищи в основном жиров и выработка волшебного белка инсулина, который захватывает сахар. Если обжелудочная железа работает плохо, с возрастом, к сожалению, да, ферментные системы у нас немножко ослабевают, то мы можем прийти к сахарному диабету второго типа, чего не очень хочется. посмотрите на слайд. Что вы здесь видите? Если человеку 55 лет и старше, у него нет продуктов питания, которые ему нельзя. Но есть продукты питания, которые мы желаем, чтобы вы кушали для того, чтобы было меньше нагрузки на ваш организм, вы это запомните. И когда вам врачи будут говорить, вот это строго ограничиваем, это нельзя, да, то надо понимать, почему так доктор говорит и почему именно сейчас. Потому что если это какие-то заболевания в период обострения, то есть ограничения, да, но не на протяжении всей жизни. Ну что же мы рекомендуем ограничивать по продуктам питания? Это не еда, это лакомство. Это то, без чего вы можете прожить. Это хлебоволочные изделия в плане выпечки, печенья. Это красное мясо. Это кондитерские кремовые изделия. Это то, что вкусно, то, что сладко, да, то, что содержит большое количество сахара. И на этом я немножко потом остановлюсь. Нужна ли какая-то особенность в плане обработки пищи? Конечно, нужна, да, чтобы более щадящая пища была. Но мы здесь говорим именно о каких-то жестких продуктах питания, жилистом мясе, жареном, да. Мы рекомендуем все-таки употреблять пищу в отводном, в тушеном и запеченном виде. Это полезно на всем протяжении жизни, а после 55 лет это очень важно. То есть мы жарим на чем? На воде. На воде. Правильно. А добавляем в масло уже приготовленный продукт питания. Посмотрите слайд. Диаграмма. Это рекомендация ведущего центра нашего института питания для людей старше 55 лет. Первое. Вы должны питаться часто. То есть тот образ жизни, когда вы могли себе позволить утром проснуться, выпить чашечку кофе, пойти на работу, что-то перекусить в обед и прийти домой вечером в 6 часов вечера и съесть завтрак, обед и ужин в вашем возрасте непозволительно. Желательно кушать завтрак, обед и ужин, чтобы это были основные приемы пищи и перекусы. Очень подробно на этом остановимся. И сегодня даже будет интерактив. Вы будете сами составлять завтраки, обед и ужин именно для вас после моей лекции. Сколько же вы можете съесть и когда, да, максимальное количество еды. Посмотрите на диаграмму. Конечно, это обед. И вы можете отметочку себе сделать, записать, что в обед это основной прием пищи ваш должен быть. Ужин тоже это основной прием пищи, но он должен быть более легче, чем обед. Так как вы знаете, что все продукты питания у нас состоят из белков, жиров, углеводов, виталинов и микроэлементов. Все, в мире не существует больше никаких веществ, которые несет питательные вещества в наш организм. И я быстренько остановлюсь сейчас на каждом моменте, в каждом пункте. В плане белка, как вы все знаете, что белок – это наш основной строительный компонент нашего тела. Из белка у нас состоит все – кожа, волосы, ногти. И белок у нас может быть разным. Это животный, молочный и яичный белок. Что касается мышечного белка и вообще белка, да? Посмотрите слайд. С возрастом появляется белковая недостаточность. Ферменты плохо переваривают белки, они утилизируются и вы теряете мышечную структуру. Мы стареем. У нас появляются морщины, гряблость кожи. Но в следующий слайд, посмотрите, доказано, это не мое выражение, это наука, что то количество мясного белка, которое мы съедаем в молодости, после 50 лет, непозволительно. Мы не должны убирать мясной белок, но мы не должны его кушать в таком объеме, как в молодости, потому что в молодом организме белок дает повышение иммунитета. При переедании белка мясного для пожилого человека это угроза в плане нагрузки на почки и в плане гуморальных проблем, в плане защиты. И посмотрите, какие рекомендации диетологи предлагают, что если мы говорим о мясном белке, понятно, что это красное мясо, это говядина, свинина, баранина. Вы можете вводить в свой пищевой рацион ежедневно не более 100 грамм мясного белка именно такого. То есть это у вас может быть в супе, это может быть просто как отдельное блюдо, но его должно быть не много. Два момента, почему мы должны исключить мясной белок именно в таком виде. Первое. Появляется куриновое основание. Кто-нибудь знает такое заболевание, как подабра? Когда распухает большой палец на ноге, когда болят суставы, трудно ходить. К сожалению, отложение мочевой кислоты, куриновое основание, они именно влияют на опорно-двигательный аппарат. А вы понимаете, что с возрастом, да, у нас вымывается кальций из костей, какие-то витамидно-минеральные проблемы появляются в организме, и такая нагрузка куринов на организм нежелательна. И второй момент. Да, кстати, все куриновые основания, когда вы готовите супы, то есть вы положили мясо, вы его сварили, и все в этом бульоне. То есть вот все куриновые основания, все там. Рекомендуем, что? Можно ли делать супы на мясных бульонах, или на курином? Можно. Но это вторичные бульоны. Все понимают, да, что такое вторичные бульоны? Нет, поясните. То есть мы варим мясо на протяжении 10 минут, потом этот бульон утилизируем, сливаем и варим на второй воде, то есть на свежей воде вторичный бульон. То есть 10 минут этого будет достаточно, да? Это будет достаточно, вполне. Пенку мы снимаем, варим 10 минут, сливаем. Жалко. Жалко. Но надо расстаться, чтобы здоровые суставы были. А потом холодные, но это салузы? Все равно. Холодная, но лучше холодная вода, конечно. На горячей воде мы не готовим. Запомните, мясной белок мы не исключаем, но мы его ограничиваем. Это обязательно. Также, значит, что касается холестерина. Про холестерин буду сейчас отдельно рассказывать. Мы сейчас говорим о плохом холестерине, о том холестерине, про который вам рассказывают кардиологи, да? Чтобы не было атеросклеротических пляжек, проблем с сосудами. Вот в красном мясе именно плохой холестерин. То есть переедать красное мясо нежелательно. И из-за этого в том числе, да, проблемы. Ну, что мы тогда можем кушать из мяса? Это кролик, это индейка, и, конечно, это рыба. По поводу ранебе, да, курица. Да, но вы знаете, вопрос России. Сейчас вот так как перед вами стоит диетолог, а не человек, который занимается производством питания, да, и правительственной какой-то организации. Я могу сказать, что курица у нас не очень качественная, потому что там очень много гормонов, очень много антибиотиков. Мы ее можем кушать, но не часто. То есть вот рекомендации такие, вы можете вводить в пищевую рацион курицу, но лучше индейка, потому что индейка от антибиотиков умирает. Вот. Значит, что касается рыбы. До 300 грамм рыбы в сутки совершенно спокойно вы можете съедать. Рыба, конечно, лучше речная, но также может быть и морская рыба, потому что там содержится амидопринезменимая жирная кислота. Молочные белки. Я могу сказать для вашей аудитории, это тот продукт, который не имеет ограничений. Это наши волшебные лекарственные препараты по кальцию, по белку, по усвоению. Это то, что вам необходимо для жизни. Это тот белок, который очень хорошо усваивается. Если мы говорим сейчас про творог или творог, да, можно и так, и так говорить. Творог усваивается в два раза лучше по белку, чем у сок галядины. Вы это запомните или запишите, потому что это очень важно для вас. В твороге, как и в любом молочном продукте, содержится кальций. Про молоко сейчас тоже расскажу. По количеству творога вы можете съедать его до 150 грамм в сутки. И творог лучше усваивается в сочетании с овощами. Почему? Овощи это клетчатка, это очищение кишечника. И тем самым мы улучшаем микрофлору кишечника. И лучше усваивается, рассчитывается белок. И также творог еще обладает таким магическим действием в выработке трюксина, который усиливает работу желудочно-кишечного тракта, в частности, желудка. И также лучше усваивает белок. Сыры. А по творогу можно сказать, спросите? А вот по творогу какой процент жирности можно сказать? Да, по поводу процента жирности. Я могу сказать так, что если вы слушали по молочно-кислым продуктам передачи, то очень часто говорят, что для людей старшего возраста надо брать обезжиренный творог. Я могу сказать так, что да, там содержится белок, но там нет никаких витаминов и микроэлементов, и уменьшается количество кальция, то есть оно не усваивается. Я рекомендую кушать творог до 10%, но если есть проблемы с холестерином у вас, то 5% творог это будет очень хорошо. Смотрите обязательно на сроки водности. Это очень важно. по молочным и молочно-кислым продуктам. По поводу сыров. Сыр. Вот что вам говорит это слово? Это лапа. По счастью. Если вы попробовали вкусный, хороший сыр, да, кстати, сыры бывают двух видов. Это сычужные сыры и творожные сыры. Для вас я рекомендую, все-таки если вы хотите скушать сыр, покупайте твердый сыр. Но лучше твердый сыр, но с меньшим количеством соли и неострый. Именно по возрасту. Например, российский, да, вот то, что здесь написано, углический, ярославский, то есть такие сорта сыров. Но будьте аккуратны. Сыр содержит не только белок, но и жиры, и соль. Переедать сыр нельзя. Еще такой момент. У кого есть проблемы с головной болью или мигренью, сыр вызывает обострение этих заболеваний. То есть проблема, если у человека есть мигрень, сыр противопоказан, особенно ароматный, да, который вот очень вкусно пахнет. Что касается молока, я очень много видела телепередач, и вообще, когда мы общаемся с гастроэнтерологами, потому что вы знаете, почему выступает перед вами не только диетолог, но и гастроэнтеролог. Наша основная задача, вот если приходит человек с болезнью желудочно-кишечного тракта, первое, рассказать о том, что вы должны есть. То есть нормальный доктор просто таблетками лечить не будет. Потому что для вас основные лекарства это продукты питания. Это очень важно. Вот. И что касается молока, сейчас очень много мнения о том, что молоко это яд для людей старше 55 лет. Вы знаете, какое-то зерно здесь вот есть, да, почему об этом говорят? Потому что есть два момента. Первое. В молоке содержится козеин. Козеин это вещество, которое дает отек суставов и сосудов. Но здесь вопрос количества. Сколько вы будете пить молока? Не надо пить по 2 литра в день молока, так как мы можем позволить себе там в молодом возрасте, да. Вам достаточно одного стакана качественного молока. Кстати, как проверить, молоко порошковое или оно из-под коровы? Знаете? Нет. Нет. Надо его просто налить в стакан. И если будет пенка, то это хорошее молоко. Из-под коровы? Ну, да. Конечно, другому молоку у нас продается. А если оно порошковое, это будет просто ровная белая масса. Все. И второй момент. В молоке содержится, в молоке содержится такое вещество, как молочный сахар, лактоза. И для людей старше 55 лет может быть дискомфорт в плане урчания, гниения в кишечнике, да, поносов. Но это очень хороший момент, если у вас запоры. То есть имейте в виду, да, то есть если вы плохо в туалет ходите, стаканчик молока на ночь, и на следующий день вы сходите в туалет. То есть такой вот немедикаментозный рецепт. Что касается молочнокислых продуктов, да, здесь вопрос, если вы категорически не переносите, просто не любите, потому что, да, мы к еде как относимся? Это мы любим, это мы можем есть, но не очень любим, а это будем есть всегда, потому что мы обожаем эти продукты питания. Что касается молока, есть люди, которые просто не любят, по вкусу не нравится. Я предлагаю вам молочнокислые продукты, альтернатива, и вот с этой темой я выступала на третьем канале у Ирины в передаче Врач И рассказывала про молочнокислые продукты. Вы можете в Ютубе эту передачу посмотреть или зайти к нам на сайт и тоже ее посмотреть, чтобы я не рассказывала сейчас только о молочнокислых продуктах. Но одна особенность. Кефир лучше на ночь. Есть трептофан, который седативным эффектом обладает, вы будете лучше от него спать, да, также, как если хорошо переносите молоко, также стаканчик молока на ночь. Все остальное, йогурты, какие-то там закваски, ну и различные, да, молочнокислые продукты вы можете использовать как основной прием пищи, например, с овощами, или как перекусы. То есть взять маленькую, да, обушу с собой, дорогу попили и высыпи в течение полутора-двух часов. А кальция в кисломолочных не меньше? Кальция не меньше, да, по поводу, кстати, кальция по соотношению с творогом в молоке в два раза больше кальция, чем в твороге. Вот так. И в кисломолочных, да? В кисломолочных. Наш человек вот говорит, молоко если не пьет. И какой жирности? Значит, что касается жирности, жирность именно питьевых молочек лучше, да, людям старше 55 лет до 2,5 жирности. Но легка не нужна. То есть жиры тоже нам нужны, да? Но это в среднем, где-то 2-2,5 процента. Даже ряженка такая есть, продается в магазине. По качеству первое, с чего я вот начинала и сказала уже, первое качество это срок годности. Молочные, кислые продукты не должны быть больше 10 дней. Вы помните, вот когда вы были детьми, такие были госты по молочным продуктам 2-3 дня. Все, да, то есть больше нет. Сейчас госты от 10 до 2 недель. От 10 дней до 2 недель. То есть с чем это связано, сложно сказать, да? Плюс термическая обработка, консерванты, какие-то там подсадочки, да? Вот. Это не очень хорошо. Что касается еще молока, я упустила этот момент. если вы счастливчик и можете пить молоко из-под коровы. Кстати, вы знаете, какой процент из-под коровы молока? 6-6-6. Какой же, что-нибудь 9 денег. А почему у нас в магазинах разный процент молока? Потому что берут весь жир из молока. Вот. И потом добавляют определенное количество. и выпускают по определенным количествам процентов. Вот. А из-под коровы это в среднем где-то 3-4 процента, не 6. Где-то так. А мы 4-4 и 2, 3 и 6. Вот. Где-то так, да. А вот. А мы очень интересуемся. Да. Значит, что касается молока из-под коровы. Обязательно его кипятим. Здесь вопрос гельминтов. Здесь вопрос даже стоит по энцефалиту. То есть вы можете заразиться через молоко энцефалитом. Кипяченое молоко обязательно. Но если вы покупаете ультрапастеризованное молоко, которое термически уже обработано, да, и более 120 градусов, то вы его можете не кипятить. Почему мы кипятим молоко, вы лучше будете его усваивать. То же самое из-за элементов. По поводу растительного белка. Два раздела по продуктам питания это бобовая и это каша. Что касается бобовых. Для вас бобовые должны быть редким продуктом питания. Они могут быть, но они должны быть редким, потому что они дают газы, они дают дискомфорт, отрыжки, проблемы в плане переваривания. То есть в сложных гарнирах зеленый горошек или стручковый фасон может присутствовать. Но это не должно быть ежедневно. По поводу каш. Кто ест овсяную кашу? А кто ест ее каждый день? Что я могу сказать по поводу овсянки? Овсянка неплохая, неплохой продукт питания, но при ежедневном использовании данной каши на протяжении более двух недель вымывается кальций из костей. Делайте перерывы или меняйте свой пищевый рацион, чтобы он был более разнообразным. У нас очень большой спектр каш. В плане гречки. Все вы слышали, когда вы приходили к терапевту или к врачам, что гречка очень полезный продукт питания. Он хороший продукт питания, если вы его заливаете холодной водой, а не варите. Гречку. Потому что когда мы развариваем гречу, то это получается бомба по ликированному уровню в плане сахаров. То есть сейчас каши диетологи перенесли уже из сложных углеводов в легкие. Немножко меняется понимание. Мы их можем кушать, но первое это отдельный продукт питания. То есть не надо кушать кашу с мясом. То есть каша это отдельный продукт питания. А с овощами можно? С овощами каша очень хорошо сочетается с фруктами, но с овощами в плане гречки тоже не плохо. То есть углеводы с углеводами хорошо. А с молоком можно, но лучше пореже. Да, то есть для тех людей, которые немножко опоздали, запрещенных продуктов для вас нет. То есть продукты мы можем кушать любые, но некоторые почаще, некоторые пореже. Так же, как и молоко в сочетании с кашей. А что касается пророщенных, вот спрашивают, есть ли пророщенная гречка или пророщенные бобы, вот это можно или нет? Это можно. Да, но мы здесь вопрос еще можем себе задать, а как у нас работает желудочно-кишечный тракт? То есть воспринимает или нет? Воспринимает или нет, как мы это переносим, потому что чувства распирания, какие-то были бы ощущения с пазматического характера по кишечнику возможно. Но это не противопоказано очень даже хорошо. В плане риса, в плане риса, да, рис белый, это очень высокого уровня углевод. Мы можем это кушать, но не часто. Лучше покупайте или смешанный рис, или бурый рис. Вот в таком плане вы можете делать. По поводу каши, конечно, вряд ли получится, потому что плохо разваривается. Но как армии, пожалуйста. Каши варятся на молоке? Каша варится половина молока, половина воды. В принципе варится половина воды. Желательно чередовать, да, но у нас же есть и другие продукты питания на утро. Это могут быть и яйца, это могут быть и свежие овощи, это могут быть и молочные продукты, это могут быть и каши. Разные. Да. Катя Сергеевна, обшелая каша. По поводу обшелки неплохо, но тоже не часто. Да, вообще вот все, что касается, ой, я же не рассказала еще про очень важную кашу, это перловка, да, перловка. Вот всем знакомым, у кого есть проблемы с бронхолегочной патологией, посоветуйте, если они хорошо переносят перловку хотя бы два раза в неделю, пусть они эту кашу делают, потому что это волшебное зерно, которое помогает выработке сурфактанта, который пленочкой покрывает наши легкие альвеолы и помогает хорошо дышать курильщикам, то есть понятно, что убивают они сами себя, немножко помочь в плане именно этого зерна это будет очень хорошо, бронхиальная астма, органические бронхиты, что он какой-то витамин что-ли? еще ящики образуются в фактах а вот ящики ящики вообще я так рада, что вы пользуетесь кропами неплохое продукт питания не могу сказать что он эксклюзивный что там что-то такое полезное содержится но клетчатка углеводы пожалуйста а вот сегодня в программе говорили, что очень хорошая клетчатка это от кукурузы от кукурузы кукурузная каша тоже каша тоже хорошо но малыга давайте мы остановимся на хлебе я думаю, что вообще этот продукт питания независимо от уровня достатка людей есть в каждой семье да почему так вздохнула я могу сказать так мы помним тот хлеб который пекли 20 лет назад и это был совершенно другой хлеб это вопрос не к продукту питания это вопрос к производству производителя если вы вспомните какой был хлеб в вашем детстве он не разваливался да блесни такой не было по поводу почему это было так хотя он сейчас красивый да очень разнообразный есть маленькая цена большая нет времени у производителей делать закваски отстаивать хлеб чтобы чтобы он был настоящим очень быстрые технологии и те дрожжи которые используются в хлебе это атомная бомба в плане доказательной медицины Германии я не помню не буду обманывать да какой это был год взяли дрожжи хлебные которые используются и посадили туда клеточки рака то есть онкологические клетки они стали развиваться со скоростью в 5 раз то есть если вы питаетесь хлебом с едой вы понимаете о чем я говорю да то есть разнообразия еды у вас нет а хлеб хлеб это очень серьезный фактор риска раку кишечника и плюс еще в хлебе содержится глютен который связывает хлеб чтобы он не распадался это тоже вот эти прилипания да фиксирование на кишке не очень хороши но какой хлеб вообще рекомендовано кушать вам первое это пшеничный хлеб цельнозерновой это не тот хлеб который посыпали да какими-то зернышками сверху а если вы его разрезаете то там должны быть зерна и по составу если вы читаете хлеб там должно быть не менее 12% зерна и второй хлеб это ржаной я специально сделала такой опыт для вас перед вашей лекцией пошла в пятерочку и посмотрела именно ржаной хлеб настоящий ржаной хлеб я не нашла там есть пшеница вам задание найти ржаной хлеб позвоните сказать Наталья Сергеевна такого мы нашли да я не нашла честно но вот к сожалению вот так сейчас обстоят какого зерна просят именно с женой да чтобы 12% зерна было или чтобы хлеб содержал отрубей или зерна настоящего цельнозернового хлеба вообще отрубями можно хлеб заменять можно отрубями заменять хлеб но да значит в плане отрубей я обожаю отрубя и все мои пациенты которые снижают вес ко мне приходят я их перевожу на отрубе они не сыпучие не как овсянка да вот продаются в пакетах а как столбики червячки вот такие да как кукурузные палочки но не сладкие да обязательно с водой обязательно с супами то есть сухими не едим потому что будут запоры что это это волшебное вещество которое снижает уровень холестерина но переедать отрубя ни в коем случае нельзя потому что то о чем я говорила в плане дивертикулов в плане расслабления мышцы стенки кишки они могут провоцировать эти проблемы то есть более трех горстей в день для вас ваши косточки вы не должны переедать если у вас появляется на отрубях сдутия урчание да то просто их уменьшите чтобы это было как перекусы например с молочнокислым продуктом будет вот так замечательно это профилактика ракокишечника какие отруби пшеничные ржаны бородинские овсяные но без добавок чтобы добавок не было ни свеклы ни яблоко то что добавляют потому что это вкусовые ароматизаторы и ничего полезного там нет то есть они должны быть чистые а отруби ребенку можно а про детей мы расскажем на другой лекции а спрашивают если хлебопечки сам печь хлеб то это лучше хлеб или нет понимаете вот в плане хлебопечек если вы делаете правильную закваску по хлебу долгую чтобы она выстаивалась то это будет хорошо и чтобы там 12% было зерна и зерна чтобы было да плюс отруби и отруби количество 300 грамм в сутки нормального здорового хлеба может быть у вас в пищевом рационе вот дошли до яйцев я не стала спрашивать потому что будет про яйца есть ограничения мы сейчас не говорим о заболеваниях мы говорим в общем потому что при язве желудка и 12-перстной кишки отруби противопоказаны в стадии обострения но не если у вас есть это заболевание в стадии ремиссии то есть вызвать язву отруби не могут это другие эти логические моменты но в плане заболеваний если у вас будет желание я могу подготовить вам лекцию именно по заболеваниям все что вы напишите в отзывах я все это почитаю может быть еще раз мы встретимся и именно конкретно по заболеваниям в плане питания расскажем уже более подробно сейчас в общем конкретно чтобы вы понимали когда вы приходите в магазин так это для меня яд это я беру это я беру мало сейчас лекция в принципе именно в таком рамках что касается яиц что касается яиц яйца вам показаны но знаете что 300 грамм холестерина содержит одно яйцо а где у нас холестерин в желтке то есть вы можете съесть до 8 яиц в день но без желтка то есть белок от желтки мужу это от желтки мужу да мужу не надо мужу мужья у нас должны быть здоровые да вот но по поводу яиц очень хорошая разгрузка про разгрузки я расскажу хочу немножко спросить у меня внучка младшая 8 лет так она белки ест и нет и моя так же да и у меня не варкует и у меня не варкует как они подсознают посмотрите слайд вот здесь очень хорошая такая фраза что ограничение жиров пищи ниже физиологической норме опасно для жизни я вас прошу если вам назначают антихолестериномические лекарства которые снижают холестерин с доктором очень серьезно на эту тему поговорите а нужны ли они вам потому что цифры нормального холестерина у каждого здорового человека это 4,5 нормы сейчас у нас подняли и если вы посмотрите бумажечком это 6,2 но мы все-таки рекомендуем начинать лекарства от 10 потому что все остальное конечно все что мы съедаем в 3 раза меньше чем вырабатывает наш организм это в основном наследственный фактор в плане атеросклероза но скажем так уменьшать уровень холестерина в плане именно ограничения полного это будет распад клетки быстро постареете потому что холестерин это знаете как вот провод есть и оболочка на нем вот оболочка это холестерин но надо кушать хороший холестерин или патрида высокой плотности это омега-3 6,9 незаменимые кислоты рыбий жир и рыбий жир в том числе но хорошего качества значит что касается жиров которые мы можем включая в свой пищевой рацион конечно это орехи но они не должны быть часто они очень показаны мужчинам в плане предстательной железы вот но их должно быть немного горсточка орехов например вот здесь кедровые да 30 грамм кедровых орехов это 15 грамм жира качественного нормального если вы занимаетесь спортом пожалуйста на утро или как перекус вы можете включить орехи грецкие миндаль пожалуйста по поводу сала кто любит сало по поводу сала вот вы знаете очень хороший продукт питания я его обожаю но только не копченое я вас очень прошу не портите продукт питания он посмотрите в 5 раз выше по биологической доступности выше чем сливочное масло то есть он очень полезный продукт питания но его должно быть очень мало и вот такой слайдик я вам сделала ваше поколение вы в этом государстве жили да в Советском Союзе кто нами управлял молодежь от 55 лет и каждый день в обед я просто очень хорошо знаю 4 управление я заканчивала медицинское училище я там работала я знаю о чем я говорю и в плане вот меню это было обязательно продукт питания 10 грамм свиного сала конечно же не копченого а соленого в сочетании с овощами и овощи были забрызнуты яблочным уксусом чтобы хорошо переваривалось потому что да с возрастом снижается вот именно переваривательная способность желудка а уксус он дает такой вот момент именно яблочный немножко если нет проблем с желудочно-кишечным трактом в плане эрозивных процессов да но это отдельно в общем такой рецепт очень хороший просто сало с прожилками мясными адидас или просто да и адидас тоже хорошо по поводу растительных масел растительное масло это растительные масла это растительные жиры но не забывайте что это 100% жир если мы говорим про сало если мы говорим про сливочное масло это 60-70% жира то здесь 100 и если вы будете есть растительное масло по 5-6 ложек в день и пить препараты которые снижают холестерин ничего хорошего не будет да то есть вы это должны знать потому что это очень полезный продукт питания для кишечника для обменных процессов но надо все делать в меру по поводу сливочного масла я вообще не противница сливочного масла в вашем возрасте но здесь вопрос количество то есть не надо мазать сливочное масло на хлеб это первое второй момент сливочное масло лучше добавить в кашу да в какую-нибудь с какими-нибудь овощами с той же картошкой чтобы это было именно вот да именно в продукте питания очень большое количество витамина А это зрение наше то есть сливочное масло необходимо даже если у вас высокий полестерин все равно немного надо кушать потому что это работа хорошая печень кожа а жарить на нем можно? значит на маслах мы не жарим хотя да вот что касается тоже вот спросили у диетолога но все-таки ну вот я не могу жарить на воде я не могу есть отварные какие-то там продукты питания но самый безопасный жир на котором можно жарить как думаете? сало сало внутреннее сало в сочетании с растительным маслом да но немного и не часто пожалуйста да про углеводы ну что такое углеводы? углеводы это наша энергия наша активность то что мы вообще в этой жизни хотим это наш двигатель почему так рассказываю про углеводы? что происходит с возрастом? мы становимся ленивыми мы становимся менее активными нужны нам углеводы? они нужны но если вы их переедаете то они охладываются в жир и у вас появляется подкожно-жировая клетчатка вы начинаете набирать вес и это не связано с гормональной функцией нашего организма это связано с тем что у вас мало активности и вы не тратите ту энергию которая съедается с продуктами питания дальше значит что мы рекомендуем включать из углеводов конечно это овощи и фрукты фрукты содержат фруктозу овощи содержат клетчатку по поводу воды вода нужна не перепиваем при патологии сречесосудистой системы и проблем с почками пьем простую воду очень хорошо замороженную размораживаем и пьем ее потом можем делать напитки морсы кисели различные компоты но что касается компотов консервированных мы их можем пить можем но мы их разбавляем почему там очень большое количество сахара то есть мы в компоте наливаем полстакана воды полстакана компота по поводу специй вы знаете я всегда рекомендую так вот завтрак обед и ужин перед едой вы выпиваете или полстакана или стакан теплой водички или прохладной так как вам нравится если у вас нормальный вес вы можете пить любую воду если у вас избыточная масса тела лучше пить теплую воду чтобы вы съедали меньше и на протяжении всего дня по 3-4 глотка простой воды то есть не надо количество если вы не любите и не хотите то есть организму это не надо то пожалуйста вы можете выпить чай чьи по составу только не очень крепкие пожалуйста это может быть как вот что касается жидкости вот как ваше мнение мы убираем полностью воду и пьем один компот нет вы нет послушайте вы умрете от жажды все равно там содержится жидкость да то есть я не могу сказать что это не жидкость что это конечно это еда потому что там углеводы да но вот чистая вода она не содержит ничего из белков жиров и углеводов а в компотах есть углеводы и тогда просто прогуляться про молоко самое главное забыла я вам рекомендую стакан молока и промок это профилактика остеопороза пожалуйста молоко 2,5% вы знаете постепастеризованное молочко очень хорошее это на ночь да это можно вечером пройтись или вообще в течение дня на солнышке потому что витамин Д кальций да и борьба с остеопорозом это профилактика то есть это необходимо и лучше кипяченое но кипяченое потому что лучше переносится а да что касается микрофлоры кальций кипяченое вы знаете кальций это минерал и он не разрушается а вот витамины которые содержатся в молоке их уже там не остается и к этому я сейчас уже подхожу в плане минерально-витаминного состава да с возрастом нарушается микрофлора кишечника а как вы знаете что микрофлора кишечника у нас отвечает за выработку витаминов что вообще вот как вы думаете вам нужны вообще поливитаминные какие-то комплексы витамины минеральные витамины это необходимо потому что мы берем например лето август вы съедаете тазы овощей ведра фруктов но усвоите ли вы это это первое и второй момент по составу к сожалению надо съесть ведро яблок чтобы восполнить 1 грамм витамина С качественные поливитаминные препараты по стандартам GMP запишите такое волшебное такие волшебные буквки к сожалению российские производители пока не соответствуют этим стандартам но они очень стараются это три буквы да которые отвечают за качество за биодоступность и если вы понимаете что вы принимаете витамины минеральные комплексы и писаете то есть в плане пахнет моча витаминами эти витаминчики можете выбросить потому что все витамины уходят с мочой и в вашем организме не остаются и второй момент очень хороший тест бросьте витаминку в воду если вода окрашивается но она может быть чуть-чуть желтенькой потому что там содержится аскорбинка это максимально что может дать именно опраску витаминов все остальное должно быть нейтрально то есть вот такие два момента вы должны знать по названиям витаминов я вам сказать не могу потому что это будет реклама значит что касается калия и натрия очень полезные минералы на них немножко остановлюсь без натрия вот знаете как говорят в пожилом возрасте надо ограничивать соль ее надо ограничивать но без нее мы не сможем потому что это работа летом до 5 грамм соли в сутки вы должны съедать это чуть-чуть меньше чайной ложки вы можете готовить без соли и досаливать потому что в основном продукты питания уже содержат у нас соль что касается калия конечно это сухофрукты продукты которые содержат чернослив улюб изюм курага вот и конечно же богатая калием это овощи но при патологии почек эти продукты питания мы ограничиваем в плане морепродуктов морепродукты показаны морская капуста потому что уровень к сожалению йода по московской области невысокий это профилактика различных заболеваний щитовидной железы мы должны в пищевой рацион вводить как морепродукты приветки кальмары так и морскую капуста по поводу антиоксидантов кто нибудь вообще слышал такое слово да астоксантин да это вещества которые не дают нам стареть и профилактируют окупливые заболевания посмотрите ой посмотрите что у нас есть из продуктов питания что надо вводить в пищевой рацион в плане антиоксидантов топинамбу кто выращивает топинамбу в салат в салат да вводите в пищевой рацион в салаты это наш продукт питания который у нас точно растет покупайте это такая длинная морковка редиска длинная белая все что касается соков из фруктов и овощей не надо этим заниматься потому что это очень высокий гликемический индекс и для сахаров это плохо вот лучше кушаем с клетчаткой чтобы хорошо работал желудочно-кишечный трав баклажаны красная капуста в плане белокочанная капуста на этом я не остановилась я вам рекомендую ее ограничивать то есть она у вас может быть в пищевом рационе но по желудочно-кишечному тракту да вы можете плохо ее переносить в плане от рыжек газов и так далее вот вишня слива виноград скоро будет сезон пожалуйста исполняйте себя антиоксидантами и маленький кусочек горького шоколада не надо плитку ну чуть-чуть совсем каждый день можно прямо шоколадку на неделю горького шоколада две дольки да и будет отлично в плане антиоксидантов что хочу сказать в плане диет разгрузочных дней и всего остального то что могут порекомендовать вам врачи для вашего возраста возможно делать разгрузочные дни один-два дня в неделю для того чтобы организм отдохнул или у нас новый год мы покушали все что мы захотели и на следующий день надо разгрузиться чтобы у нас не было прибавки веса я приведу пример разгрузочного дня чтобы вы могли его записать это курага в сочетании с кефиром или любым молочнокислым продуктом вот такая разгрузка очень и 350 грамм сухохрупных это все на сутки вы можете пить воду да и добавить туда отруби и больше ничего я хочу чтобы вот у нас как раз получается раз два три четыре ряда я сейчас вам дам конвертики ну вот по 6-7 человек даю вам 2 минуты в этих конвертах написано продукты питания на завтрак обед обед у нас двойной да потому что если вы по диаграмме посмотрели там максимальное количество еды специально сделала два обеда чтобы вы понимали да что вам можно кушать что надо ограничивать там будут те продукты питания которые вам не надо кушать и те продукты питания из которых вы можете сейчас прошу не переживайте давайте попробуем да получится не получится а для инстаграма будут перекусы сейчас я буду вам говорить и про разгрузку еще поточнее просили так обед давайте объединяйтесь объединяйтесь в группочке вот прям вот как сидите по 2-3 человека и советуйтесь а спрашивают можно ли чай с молоком молоко с чаем вопрос сосудов то есть здесь и да и не то есть и можно и нежелательно в зависимости от патологии которые здесь то есть если проблем с сосудами то нельзя давайте в плане инстаграма люди которые присутствуют я сейчас буду говорить те продукты питания которые можно вводить в перекусы вот выберите из них чем вы можете перекусить а перекусы не разгрузка не разгрузка а именно перекусы в течение дня яйца без желтка это перекус перекус шоколад я выбираю шоколад кефир молоко 3,5 жирности молоко 2,5 жирности персик свежий отлично варенье о варенье с чайком печенье а давайте вот здесь на разложим сейчас а мы выберем выберем да голосуйте за что что будем перекусывать что правильно а что нет а мы потом расскажем у нас тут будет онлайн свое будет свой перекус посмотрим как вы прошли лекцию да выбирайте это перекус вот это перекус ух ты как много всего выбирайте мармелад так давайте пишу вафельку беру вафли печенье шоколад ну давайте вы говорите так яйца без желтка так персик свежий кефир где кефир 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 а кефир вот он так молоко два с половиной процента фрукты орехи так что еще тут осталось у нас овощи свежие тоже говорите сухофрукты тоже беру так смотрим сюда орехи что тут персик консервированный молоко варенье вафли овощи орехи орехи шоколад вот мы Наталья Сергеевна выполнили выполнили да сейчас прокомментирую а можно пока это пропустила был перерыв как бы уже по сейчас про разгрузочные дни что вы сказали разгрузочные дни мы разгрузочные дни включаем один-два раза в неделю обязательно для того чтобы скажем так отдохнул организм от мясного белка и мы можем сделать разгрузочные дни также с пользой для здоровья то есть мы включаем разгрузку на кураге да вы сказали курага кефир или молочные продукты очень хорошая разгрузка отлично так сейчас нам расскажут ответы можете посмотреть пока работы наших художников чеховских до целый день мы на кефире с курагой готова завершила еще раз пошли итак мы начинаем завтрак что вы выбрали послушав лекцию от гастроэнтеролога Наталья Сергеевна Димич кандидат медицинских наук гастроэнтеролог диетолог понравилось итак мы можем позавтракать творогом отлично обязательно включим сливочное масло с сыром да только сыр и масло отдельно да так салаты свежих овощей с творогом да и чай очень хорошо и обязательно витамины и микроэлементы после еды потому что перед едой они не будут полностью усваиваться потому что чаще всего микроэлементы и витамины сложные комплексы и необходимо желчь необходимо усвоение жирорастворимых витаминов да то есть мы выпиваем витаминчики после завтрака потому что если мы выпьем после обеда или после ужина во-первых мы можем забыть выпить и во-вторых все-таки они дают нам активность да мы должны быть активными мне это очень понравилось завтра понравилось что молодцы похлопаем Даши первой команде молодцы так а что они стали кушать давайте проанализируем каша гречневая не понравилось каша гречневая но вот про этот момент да вы должны понимать что мы можем это съесть но это должно быть не чаще одного раза в неделю да то есть каждый день гречневую кашу мы не кушаем и лучше не варить а замачивать на ночь и потом да а кефир можно яйца с желтком можно редко но не часто одно яйцо в неделю или два яйца в неделю потому что много холестерина но яйца без желтка белковый омлет яйца крутые если сварили да сейчас прошу я каша рисовая не кушаем часто часто да пирожки с капустой ой блин очень хочется да редко можем позволить знаете когда на обед вы знаете когда у вас очень тяжелый день физически то есть вы много будете ходить генералить квартиру убираться цветы посадили оговорот скопали пирожок с капустой можете съесть так йогурт ну почему не понравился йогурт это же молочный продукт который очень хорошо на завтрак с фруктами но мы можем или-или то есть йогурт мы включаем да в завтрак как здоровое питание сметана 10% жирности а мне нравится сметанка с овощами именно этот процент с овощами то есть салатик и со сметанкой а вы помните когда приходили в столовую и продавали стакан сметаны это был продукт питания блюдо да такое вот что касается 25% сметаны не лучше забыть мы ее не берем в магазине вы молодцы молодцы а творог можно с утра спрашивать да обязательно творог со сметанкой очень вкусно так давайте обеда а потом ужина у нас два обеда вот так ой здорово это мы хорошо да это плохо это тоже хорошо прошло да ужин я обед мы конечно оставили компот сервированный но его надо разбавить с водой но мы его убрали да хорошо давайте послушаем что предлагают нам в меню о здоровому питанию на обед суп гороховый креветки салаты свежих овощей со сметаной хорошо но все-таки гороховый суп готовится в основном на чем на свинине да или баранина на ребрышках на ребрышках да если да если хорошо мы переносим да в плане вот газиков этот суп можно но скажем так мы его должны о нем помнить на втором обеде бульоне да значит еще такой вкусный обед суп картофельный на вторичном бульоне правильно сердце отварное с морской капустой да сердце говорили что нельзя а вот по поводу сердечка сердце это суб продукты которые мы едим очень редко когда очень хочется но не постоянно значит что не выбрали сало копченое молодцы макароны из муки твердых сортов пшеницы ну почему уже да твердый сорта пшеница печень тушеная в сметане субпродукт да маринованные огурцы редко но можно но редко индейка гриль ну почему же на гриле да индейку очень даже хорошо ты пенамбур только рассказывала про антиоксидант нет ну вроде много мы конечно все поняли вот макароны из мягких сортов пшеницы нельзя компот консервированный можно но разводим курица жареная курица хорошо но жареная плохо вот ну сало то чего убрали соленое на обед да ну это на завтра да отлично а желудки можно куриные или тоже нельзя тоже любые субпродукты печень еще обед вот это нельзя а это можно да так еще нам предлагают меню свежие огурчики с картофелем отварным сосисочки молочные и суп лапша на вторичном бульоне с ржаным хлебушком давайте мы про сосиски забудем не тратьте деньги на жиры которые вам вообще не нужны но вот забивают сосуды и лучше отварить кусок мяса и съесть чем купить сосиску потому что во-первых это будет дешевле чем сосиска и повешен то есть ни сосиски ни сардельки ничего этого не кушаем так что они стали кушать на обед сельдь соленая если вымочить чтобы не было соли то можно но редко именно на обед мы говорим не про ужин а именно на обед а зимой селедка продается слабо соленая да корченая рыба отлично суп корченая бараниня да рис убираем но рис если у нас здесь он просто не написан какой-то и колбасу тоже сказали не есть ни сосиски ни колбасу лучше кусок мяса ой то можно котлеты паровые и то не мясо а лучше овощей картофель жареный убираем фасоль струбчковая редко как сложный гарнир рыба запеченная в фольге ну не что вместо сосисок но хорошо все равно молодцы а сколько грамм вообще обед должен быть до 350 грамм 400 максимально 300 грамм и ужин ужин я что-то не увидела здесь что ужин никто не отдавал а ужин отдали соседу врагу ужин отдали врагу да ужин отдали врагу но вот я так поняла что квадрат квадрат а наверное вот здесь может быть давайте я посмотрю что здесь оставили может быть это и оставили правильно да значит мы кушаем на ужин овощи в тушеном виде кальмары отварные пшеничный хлеб грубого помола и отвар шиповника шикарный очень хороший ужин а котлетки можно спрашивать котлетки паровые можно сделать да и котлетки и запечь индейку и рыбку все будет отлично Наталья Савета спрашивает как быть шашлыками и свинины так значит что касается шашлыков шашлыки к сожалению да для вас не очень хороши в плане канцерогенов потому что когда мы подвергаем мясо термической обработке очень высокой появляются вещества которые не очень хороши именно для кишечника лучше сделать в фольге на костре рыбку или тоже мяско такими нибудь тоненькими прослоечками да но посмотрите придумайте для себя здоровое питание вы знаете из каких продуктов уже это можно приготовить короче тот же мангал но только в фольге положение только в фольге так же как и запеченные овощи да можно сделать в фольге картошечку запечь там или какие-то овощи будет очень хорошо вы молодцы я даже не буду останавливаться на этом слайде потому что вы великолепно справились с заданием я хочу остановиться на таком заболевании к сожалению она очень часто встречается и мне очень хочется чтобы вы до этого заболевания не дошли но не приобрели его не дошли потому что вы знаете вот хочется я здесь последний раз видела очень интересную передачу про Китай и там есть деревня 100-летних жителей с семьями не по одному человеку а семьи туда переселяются когда им 100 лет исполняются до 100 им рановато еще а вот после 100 очень хорошо там жить вот вот мне очень хочется чтобы в России продолжительность жизни была такой же но вы понимаете сейчас напомним напомним когда у них гимнастика на улице это культ они питаются очень маленькими порциями для них мясо это роскошь да вот и конечно активность не забывайте про активность что-то такое болезнь Альцгеймера это потеря памяти понимание происходящего вообще да то есть вот мы вроде живем а в то же время это существование да а не жизнь я очень хочу чтобы вы туда не пришли и что рекомендуют диетологи вот обратите внимание вот на этот слайдик прям вот по пунктикам быстренько основа рациона большое количество овощей и фруктов бобовые орехи 3-4 раза в неделю цельнозерновой хлеб из лакья оливковое масло как основной источник жира ежедневное употребление молочных продуктов рыба яйца красное мясо 100 грамм максимально сладкое сухофрукты и фрукты основной напиток вода и ежедневная физическая нагрузка все о чем я сегодня рассказывала показано в этом слайде те продукты питания которые мы должны ограничивать и те продукты на которых вы должны жить это профилактика болезни и вы всегда будете в светлой памяти всегда будете понимать зачем вы нужны на этом свете и делать какие-то полезные вещи а еще спрашивают про перекусы вы не сказали что перекусить можно а про перекусы да про перекусы давайте посмотрим под тобой осторожно так что у нас потому что все завтрак обед и ужин поняли а что перекусить вот мы отказались тут вместе с интернетом у нас там больше 100 человек мы отказались от вафли варенья печенье мармелада молоко 3,5% и консервированного персика отлично но мы выбрали как перекус шоколадку и пусть нас простит Наталья Сергеевна горький шоколад сухофрукты как перекус овощи в свежем виде кефир персик фрукты яйца без желтка молоко 2,5% стаканчик и орехи вы отличники я вас поздравляю шоколад только горький и в заключении я хочу прочитать вам высказывания у Инстона Черчилля никакой успех не окончателен никакие удачи не фатальны в конечном счете значимо лишь мужество продолжать как вы считаете нам надо продолжать да мы ждем ваших отзывов ваших пожеланий что вы хотите услышать и мы очень благодарны что вы сегодня в такое ненастье к нам пришли мы очень старались и мы хотим чтобы вы были здоровы может быть есть вопросы какие-то как узнать когда будет Ленчаев а как узнать вот ваше предложение как собрать людей чтобы мы мы вышли на администрацию мы соцзащиту ну хотя бы на дружбе пишите на дружбе висит лопат на дружбе уже месяц я думаю что все они узнала мы очень просим у нас там очень достаточное количество пожилых людей мы с удовольствием да и не только с этой и не только с этой мы вас готовы принимать ежемесячно ежемесячно у нас котенгент меняется очень много это напротив поликлиники да которые здания поликлиника желтая здания сандинги мы с удовольствием вас знаете мы постараемся более активными но вот к сожалению пока еще мы не поняли как надо вас оповестить да чтобы вы услышали и не только вы потому что мы хотим конечно и на садике выйти и на школу если через каждую читают все вот поликлиники к сожалению читают не все а если поликлиниках это разве поликлиники висит поликлиники висит а вообще а вообще сейчас все продвинутые в одноклассниках есть группа Натальи Сергеевны группа в одноклассниках найдите пожалуйста присоединитесь и наверное самый такой популярный способ это конечно через социальные сети инстаграм вконтакте одноклассники фейсбук везде что вам ближе те бумажечки которые мы вам дали там адрес есть кстати у нас очень много врачей у нас очень хорошая диагностика гастроскопия врачи пожалуйста приходите всегда поможем к сожалению мы платный центр но будем думать о каких-то программах социальных немножко попозже потому что сейчас надо некоторые другие вопросы решить но мы об этом думаем как называется группа спрашивает группа называется медицинский центр Динамед или можно в инстаграме просто на английском написано Дина нижнее подчеркивание Мед нижнее подчеркивание ЧЕ через СИ АЙЧ Е вот это то есть просто набрать медицинский центр Динамед по-русски просто набрать медицинский центр Динамед и вы найдете нас везде вконтакте в фейсбуке в одноклассниках. Вот такой листочки зеленые с плюсиком. Вот такой логотипчик. И по мероприятиям, и какие-то рекомендации от меня у меня. Но тоже очень мало было активности. Перед постом я открыла свой влог именно во всех соцсетях. У вас есть вопросы, как соблюдать пост, чтобы вы вышли из него здоровым без заболеваний желудочно-кишечного тракта. Но, к сожалению, люди были не активны, не задавали никакие вопросы. И это бесплатно от врача, кандидата медицинских наук. В общем, тема постов очень интересна. Как в пожилом возрасте соблюдать пост? Это нужно. Это отдельная лекция. Это будет следующая лекция. Давайте в следующем году соберем и проведем ее именно перед постом. Зачастую мы не соблюдаем посты, потому что мы не уладим после инфраструктуры. А живем по принципу лишь бы выжать. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok